Всем привет! Сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор планшета от компании LG, LG G-PAT 8.0.3G. Цифровой индекс LG V490. Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео. Напомню, что нам очень важна именно ваша оценка обзорима его планшета. Если он вам понравился, ставьте лайк. Если не понравился, ставьте дизлайк. Давайте посмотрим, что входит в его комплектацию. Итак, сам планшет. Зарядное устройство с выходом USB, током зарядки 1.8 А. Кабель microUSB. Документация здесь идет краткое руководство и гарантии талон. Планшет представлен стандартным фонфакторем и на блок. Имеет фронтальную камеру 1.3 Мп, 4 сенсорные клавиши. Сверху у него получается кнопка включения, качель громкости. Сверху идет микрофон, разъем 3.5 и к порт. Также здесь интересная такая заглушка, которая скрывает два порта. Сверху microSD карточки до 64 ГБ. И снизу вот такой вот идет железный слот для вставки микросим-карты. Чтобы использовать эти 3G в данном планшете. Заглушка закрывается и тем самым предохраняя слот от попадания пыли. Планшет работает под управлением Android A4.4.2. Дополненная фирменной оболочкой Optimus U. И с целым рядом оригинальных приложений TLG. Особенно отмечу возможность разблокировки и блокировки экрана с помощью двойного тапа. Очень удобно при эксплуатации. Также есть возможность засекреть свои данные при помощи секретного стука NOG-код. Систему синхронизации удомления между планшетом и совместимым с телефоном. По технологии Coupere 2.0. Тоже очень удобная функция. А также режим одновременно отображения двух приложений и двойное окно. В качестве присутствия четвертой сенсорной клавиши. Допустим, возьмем YouTube. И допустим Google Chrome. И у нас появляются два окна параллельно работающих. Потому что это все очень, на мой взгляд, удобно. И позволяет спокойно использовать планшет. Напомню, что эта функция так работает, как когда планшет альбомно расположен, так и, скажем так, вертикально. Также отмечу здесь и клавиатура. Она подстраивается под особенности человека. И тем самым под конкретным пользователем уменьшает количество ошибок при наборе текста. Как видим, вполне возможно, допустим, просматривая какой-то фильм, сразу раз, допустим, что-то о нем найти или что-то в этом роде. Это же очень удобно. Двухоконность реализована в этом планшете. Так, здесь установлены приложения, помимо стандартных LG. Здесь еще также сеть сервисов от Google. Естественно, календарь, диктофон, центр обновления, Quick Meme. Также есть Quick Remote. Здесь находится порт, который позволяет использовать планшет как универсальное публикационное управление. Также есть управление файлами. Отправлять SMS, MMS. С этого вещей тоже есть возможность. В принципе, есть еще также полярный софт, который позволяет открывать Vortexel файлы. По Android, что можно сказать. По Android здесь стандартный, встроенный по Mi 16 ГБ, доступный для пользователя около 11. Я установил Asphalt 8, еще пару-тройку приложений с тестами. У меня доступно чуть менее 9. Опять же, можно расширить при помощи карты microSD до 64 ГБ. Посмотрим Android. 4.4.2. По поводу интернета, также удобно серфить в интернете. 8-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 800. Картинка получается красочная. По яркости, здесь нет датчика освещения. И выставляется вручную с быстрого доступа. Тоже очень удобно реализованы. Полунок, здесь можно как и звук, так и яркость. И плюс, помимо стандартных, то есть быстрым доступом иконок, которые можно настроить. Здесь еще есть приложение QuickSlide, которые тоже можно выставить. Быстрый доступ, что также очень удобно. Серфить в интернете удобно. Четко все работает, как анимация, так и возможность просмотреть обзор, не прибегая к стороннему приложению. Качество экрана посмотрим с вами на YouTube. Максимальное качество, которое позволяет нам воспроизвести YouTube 720. Качество очень хорошее. Насыщенные, прекрасные цвета, четкость. Приятно радует глаз. Углы обзора также хорошие, большие. При больших углах нет искажения, не как по цвету, затемнению, так и четко выражены контуры объектов. Смотреть фильмы будет очень удобно даже при углах. Четко видно все. Давайте послушаем, как дела обстоят со звуком. Громкость здесь хорошая, слышно хорошо. Единственное, что при максимальной громкости это искажение в сторону высоких частот, но в целом все очень нормально в этом плане, что мы завершим. Звонок не пропустим и услышим хорошо. Давайте посмотрим, как по технической части. Здесь мультитач поддерживает до 10 касаний. Антуту бенчмарк показал следующую оценку, в принципе, очень производительную. 18305. Подробно процессор хороший, поддерживает большие приложения и мультизадачность. Оперативная память хорошая, 2D графика хорошая, 3D графика хорошая, поддерживает плавную работу большинства игр. Ниже идут результаты теста. Посмотрим по информации. Здесь LG B490, Android версии 4.4.2. Процессор Qualcomm Snapdragon 400. Графический искоритель Adreno 305 с разрешением 1280 на 800. Снанная камера 5 Мп. Также оперативная память 1 ГБ. Для пользы доступна около 10 ГБ. Возможность расширения при помощи карты microSD до 64 ГБ. Процессор 32 бит на 4 ядерном с частотой 1200 МГц. Графический искоритель, можно разогнать его до 450 МГц. Поддерживает плотность пикселей на 1 до 213. И обладает 10 пальцев мультитач. Камера основная 5 Мп, фронтальная 1.3 Мп. Есть Wi-Fi, датчики положения, гироскоп, ускорение, компас линейного ускорения и векторного вращения. Очень неплохой, на мой взгляд, результат. По камере. Камера здесь представлена 5 Мп основная, но есть небольшой момент. Это, конечно, расстраивает, что здесь нет вспышки. При плохом освещении, или даже слабом, правильно сказать, освещении, качество фотографии изрядно падает. Есть автофокус. Макросъемка данного аппарата получается очень неплохая. По крайней мере четко видно. По настройкам здесь все так же просто. Режима 2 авто панорама. Из самих настройках здесь можно настроить 5 Мп, по голосовое управление фото, задержка и линии. По видео здесь можно снимать по режиме улучителя. Но опять же без вспышки. Вот к вам примеру. Фото с улицы вечером. Как мы видим, из-за того, что не хватает освещений, появляется световой шум. Поэтому без, конечно, даже, как мы видим, достаточно светло, но без конкретного освещения получается световой фон. Посмотрим, как будет выглядеть он в игрушках. Посмотрим, как обрабатывает нажатие дисплей. И как будет красочно все выглядеть. Мейс раннер. Достаточно интересный раннер. С красивой графикой. Очень интересные, необычные здесь для СО истории. Основной персонаж бежит. Ну и опять же нужно четко, чтобы обрабатывал дисплей нажатия. С этим никаких проблем здесь не возникает. Все выглядит красочно. Сглаживает графический скакет хорошо здесь. Также мне понравилось, помимо то, что сглаживает из графический скакет, изображение вдаль прорисовка хорошее. В принципе, играть одно удовольствие. Никаких нареканий, все. Давайте посмотрим, как будет себя вести планшет в асфальте восьмом. Игрушка от компании «Нимлофт». Гонки с хорошими спецэффектами. Также, то есть красивые ландшафты, пейзажи. Все будет очень симпатично. Плюс посмотрим, как будет автомобиль отвлекаться на управление. В принципе, восемь лимитов очень удобно лежит в руке. При этом он не огромный. Можно его куда-то убрать. В случае достаточно компактно. По толщине он почти 10 миллиметров. Вот так 124,2. Вот так 210. Компактный, удобный. При этом весит всего 336 грамм. Аккумулятор здесь встроенный. 4200 миллиампер. В принципе, совершенно неплохо, на мой взгляд. Позволит очень долго быть ему активным. Потому что график очень красивый. Как мы видим, небо отражается с теплых. Управление никаких нареканий у меня не вызывает. Игра по умолчанию настроила на средние настройки. Но проблем никак в управлении, так скажем, самой игре я не обнаружил. Очень удобно, красиво, с хорошими углами. Итак, подведем итог. Получился достаточно интересный, компактный планшет 8-дюймовый. С возможностью 3G. Также можно использовать как пульт дистанционного управления. Обладает, помимо всего прочего, хорошим дисплеем. С хорошими углами обзора. Неплохим звуком. И также знаменитые специальные возможности от компании LG. Как про сблокировки очень, на мой взгляд, практичные. Так и шифрование, допустим, доступа к планшету при помощи. Но кода секретного постуки, скажем так. Плюс возможность синхронизации удомлений с смартфоном QPR. Тоже достаточно удобная и интересная функция. Двойное окно. Многие, конечно, это очень будет удобно. Например, какие-нибудь задачи. К примеру, открыть вордовский файл и так далее. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго.